Открытые тобою миры Компенсируют все невзгоды и боли твои от этого мира. Урок этот прекрасен, хоть и взаимоима, исключающий по результатам. Тепеннадцатое. Обращай внимание на все знаки и явления необычные, из ряда вон выходящие в твоей жизни, в тебе и вокруг тебя. Это знаки судьбы, самое малое, самое трудно читаемое. Для продвинутого твоего разума, пища, развивай свое видение, и ничто не укроется от тебя. Ничто не останется незаметным, не будет упущенным и утраченным. Вспоминай все дни рождения свои, чем больше вспомнишь, тем дальше продвинешься в духе. Это важно. Не веселье должны быть в эти дни, не буйство и возлияние, а глубокие, релятивные размышления и рефлексии от прожитого, приобретенного и желаемого в последующие дни и года. 14. Если ты думаешь, что в данность твоей жизни сменяемость в ней дней, ночей, пор, года, весны, осени, лета и зимы и так далее, это все, что должно и есть в твоей жизни, то не веря этому, ко всему относись отстраненно, нет ничего постоянного в твоей земной жизни, сменяя место жизни, меняешь все и даже себя в этом воплощении. 15. Не сомневайся, во всех событиях, самых негативных и ужасных, даже в твоем земном воплощении, принимаются в конечном итоге единственно приемлемые в соответствующих обстоятельствах решения 16. Твоей высшей управляющей душой, развернуто объяснять долго, потому пусть включается твой разум. 16. Человеческие земные явления таковые, касаются только земли и земного воплощения, это всего лишь фон и интернер этого воплощения. 17. Иди своей дорогой, и не обращай внимание на злопыхание нелюдей, их задача отвлечь тебя от целей твоего земного воплощения и поисков явлений вселенского порядка. 18. Ты дитя космоса, отец твой небесный создатель, бог род, бог слова, твой дом, вся вселенная, а не только земная, ее доль. 19. Общение с людьми, доброта и отзывчивость на горе, страдания других и просьбы о помощи, величайшая практика построения твоей настоящей и, главное, будущих личностей воплощенных, если во всем этом ты не преследуешь эгоистических и корыстных целей. 20. Избавление от эгоизма, корыстолюбия и славоблудия, связанного с ними, есть важнейшая духовная цель твоего земного воплощения. 20. Избавление от эгоизма, корыстолюбия и славоблудия, связанного с собой.